С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. В России ужесточили наказания для водителей, по вине которых в ДТП погибли люди. Соответствующий указ подписал президент России. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность за гибель людей в ДТП по вине пьяных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. На Харьягинском месторождении с опережением планируемых сроков на три года досрочно начата реализация попутного нефтяного газа. Первые кубометры попутного нефтяного газа Харьягинского СРП прошли узел коммерческого учета и поступили на дальнейшую переработку на Усинский газоперерабатывающий завод компании «Лукоилкоми». Поставка газа началась с опережением плановых сроков. Ранее в соответствии с бизнес-планом реализация была намечена на 2022 год. Как сообщается на сайте журнала «Нефть России», прогнозная сумма реализации товарного газа – 15 миллионов рублей. С началом товарно-коммерческих отношений с «Лукоилкоми» уровень полезного использования попутного газа достигает 44%. Дальнейшее увеличение станет возможным после ввода в эксплуатацию установки аминовой очистки газа. Выход на 95% запланирован к концу 2021 года. Напомним, Харьягинское нефтяное месторождение расположено в Ненинском автономном округе. Харьягинское соглашение о разделе продукции было подписано в 1995 году. На сегодняшний день срок его действия продлен до 2031 года. Новая школа в микрорайоне авиаторов должна стать самой современной на всей территории Арктической зоны. Такое заявление сделал губернатор Ненинского округа. Масштабный проект – это целый образовательный комплекс, несколько отдельных зданий, соединенных между собой. Общая площадь помещений составит порядка 30 тысяч квадратных метров. Между тем, учебное заведение уже называют школой будущего, где ребята смогут не только получить среднее образование, но и заниматься там спортом, музыкой и танцами. Появится даже свой автогородок, а еще мини-футбольное поле и каток под открытым небом. Все подробности прямо сейчас. Масштабная стройка образовательного комплекса в микрорайоне авиаторов развернулась в июне 2017-го. Темпы ударные – это хорошо заметно с высоты птичьего полета. За два года рабочие в непростых условиях возвели шесть отдельных строений. Подрядчик использует технологию монолитного строительства. Это значит, что сильные морозы и ветра никак не повлияют на учебный процесс. На днях ход работы ценил вице-губернатор Ненецкого округа Александр Лидер. Контроль со стороны властей регулярный. Заместитель руководителя региональной администрации интересуется, какой на сегодняшний день выполнен объем готовной школы 70%. В основном остались лишь отделочные работы. Сейчас есть маленькое еще отставание в связи с тем, что мы не смогли третий, четвертый корпус мокрые процессы зимой выполнить, так как у нас врезка была на роддом, значит, нам категорически запретили. Сейчас это мы работой выполняем. Распахнуть свои двери третья городская школа на 700 мест, согласно контракту, должна уже в ноябре. Общаясь с одним из руководителей подрядной компании, Александр Лидер дал понять, объект необходимо сдать вовремя. И это не просьба, а задача. У нас шансов не сдать в этом году нет? Нет. Вы понимаете, да? Нет, конечно. У нас здесь участвуют федеральные деньги. Благодаря Александру Витальевичу было выделено, точнее, поддержки и поддержки Министра выделено 39 миллионов федеральных средств, поэтому никаких срывов сдачи объекта быть не может в этом году. Общая площадь образовательного учреждения порядка 30 тысяч квадратных метров. Это больше, чем в жилом многоквартирном доме. Школа будет состоять из четырех отдельных корпусов. В первых двух разместят учебные классы, в других спортивный и актовый залы, а также столовую. Все здания соединят между собой теплыми переходами. Школы с таким объемом, ее нет. Да, очень интересная, на мой взгляд, сама архитектура, потому что именно внутренний гор, где мы находимся, это будет такая вот закрытая территория для проведения всяких торжественных мероприятий. Очень много спортивных здесь, спортивных залов. Здесь и футбольное поле будет с искусственным покрытием. Зимой футбольную площадку переоборудуют в хоккейную коробку. Не забудут и о тех, кто конькам предпочитает танцы. В школе появятся отдельные хореографические залы, еще тренажерные. Здания, к слову, оснастят по последнему слову техники. Современные лаборатории, большой музыкальный класс и даже собственный автогородок. После окончания школы выпускники смогут получить не только аттестаты о среднем образовании, но и водительское удостоверение абсолютно бесплатно. В ходе производства работы немножко корректировались задачи. Сначала планировалась просто школа. Александр Анатольевич сюда два или три раза приезжал, смотрел объект и поставил задачу, чтобы это была самая современная школа на территории актической зоны. Так как это не один объект, мы ездили в разные регионы, посмотрели. Сейчас формируется закупка инвентаря. Мы внесли изменения в проект. То есть на сегодняшний день дополнительно добавили камеры видеонаблюдения. Будет контроль доступа в школу организован. То есть по самым современным образцам будет эта школа. На возведение школы сейчас задействовано порядка 50 специалистов. В ближайшие дни их количество увеличится до 100. Начнутся отделочные работы и финишная прямая масштабного проекта. Региональный парламент рассмотрел законопроект, предусматривающий внесение изменений в окружной закон об образовании. Речь идет о целевом приеме окружных выпускников вузы и мерах поддержки студентов, заключивших целевой договор об обучении. В настоящее время редакция окружного закона об образовании наделяет исключительными полномочиями Департамент образования, культуры и спорта Ненинского округа по организации целевого приема выпускников образовательной организации, расположенной на территории региона и вузы страны. В настоящее время в федеральном законодательстве понятие «целевой прием» заменено на «целевое обучение». В связи с этим в закон округа необходимо внести изменения. Таким образом, согласно федерального закона, у нас орган государственной власти субъекта, осуществляющих полномочия по государственному управлению в сфере образования, не может быть единолично наделен вышеназванными полномочиями. Сейчас у нас в рамках действующего законодательства это любой государственный орган, орган местного самоуправления, организация, предприятие в целях своего кадрового обеспечения, квалифицированного специалистами, вправе заключать с гражданином договор без участия органов исполнительной власти. Изменения в окружной закон об образовании также предусматривают меры поддержки студентов-очников, заключивших договор о целевом обучении по направлению образования, культуры, спорта или туризма. В частности, отличники смогут рассчитывать на ежемесячную компенсационную выплату в размере 5000 рублей. Для обучающихся на хорошо и отлично размер выплаты составит 3000 рублей. Кроме того, предлагается предоставить студентам компенсацию стоимости проезда из округа к месту учебы и обратно один раз в два года. Также предусмотрена компенсация один раз в год стоимости проезда из места учебы к месту прохождения практики. Как отметила Алина Гущина, принять законопроект необходимо в ближайшее время, чтобы студенты успели заключить договоры о целевом обучении. 16 жителей округа предпенсионного возраста получат новые профессиональные компетенции и навыки. Программы реализуются в регионе в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Организуют профессиональное обучение граждан в Центр занятости населения при участии образовательных организаций и работодателей. На данный момент к обучению уже приступили 4 жителя округа предпенсионного возраста по направлениям бухгалтерия, административно-хозяйственная деятельность, библиотечно-педагогическая деятельность, поварское дело. В течение года к обучению приступит еще 12 человек. С Центром занятости сотрудничают образовательные организации, находящиеся за пределами региона, поэтому обучение проходит дистанционно. Например, один из жителей округа сейчас проходит обучение в Оренбургской бизнес-школе, рассказал исполняющий обязанности руководителя учреждения Юрий Сидеев. По его словам, принять участие в программе могут жители Ненинского округа предпенсионного возраста, как ищущие работы, так и работающие в организациях Ненинского округа. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование проходит при софинансировании с федерального бюджета в размере 95%. Компания из Санкт-Петербурга «Петрополь» доставит в регион 760 комплектов подарков для первоклассников. Традиционный канцелярский набор содержит все принадлежности, необходимые первокласснику в первый год учебы. В комплект входит около 30 номинований школьных принадлежностей – карандаши, ручки, цветная бумага, картон, папки для акварели, краски, кисти. Кроме того, набор первоклассника содержит книги, азбуку безопасности, иллюстрированную энциклопедию по астрономии. В подарок о Дню знаний дети получат также USB-флэш-накопители, плакаты и игровые наборы. Подарки первокласснику закупят за счет средств бюджета Ненинского округа. На эти цели направлено около полутора миллионов рублей. Миграционная обстановка в регионе остается стабильной. С начала 2019 года гражданство приобрели 29 иностранных граждан. Разрешение на временное проживание получили 47 человек. Вид на жительство оформлен для 23 иностранных граждан. Об этом сообщили на очередном заседании Координационного совета по вопросам миграционной политики в Ненинском округе. Как следует из доклада УМВД России по Ненинскому округу, в связи с наступлением весенне-летнего сезона наблюдается увеличение числа мигрантов, прибывающих в округ с целью осуществления трудовой деятельности. Выдано 113 патентов на работу. Основная часть мигрантов приезжает в Ненинский округ из Белоруссии, Украины, Таджикистана и Узбекистана. Еще одной темой на повестке заседания совета стало подведение итогов годовой реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Ненинский округ соотечественников, проживающих за рубежом. Всего с начала действия программы предусмотрено переселение на территорию Ненинского округа 220 соотечественников и 70 членов их семей. В 2018 году в Ненинский округ переселилось 37 участников программы и 29 их родственников. Госпрограмма предусматривает однократную выплату подъемных средств в размере 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей для участников и членов их семей соответственно. Семь горожан наказали за шумное поведение по ночам. На заседании последней административной комиссии Нарьинмара рассмотрены семь дел в отношении горожан, которые нарушали тишину и покой в ночное время. Два из них за административное нарушение получили предупреждение, остальные штрафы от 500 рублей. Наибольшую сумму штрафа 4000 рублей назначили гражданину за четвертое нарушение сна соседей. Мы решили выяснить, кто мешает нарьинмарцам спать и как с этим бороться. Буйные соседи, бытовая техника, работающая по ночам в целях экономии, шумные автомобили, разрезающие ночную тишину. Каждый второй Нарьинмарец хоть раз в жизни, но сталкивался с нарушителями ночного спокойствия. Сколько вам нужно времени, чтобы выспаться? Вот чтобы себя хорошо, бодро чувствовать, сколько вам нужно спать? Ну, часов шесть. А бывали такие случаи, что вам мешал кто-то? Соседи, шум на улице? Да нет, у нас в принципе дома спокойно. То есть вам повезло? Да. Можно так сказать? Пока поговорить не помогает правоохранительный орган. А были случаи, вы обращались уже? Да. Честно, да. Помогало? Понимали соседи? Временно. На этот период только. И все. А в дальнейшем опять то же самое. А получается всегда выспаться? Всегда досадок? Нет, не всегда. А почему? Что мешает? Ну, в данный момент, наверное, то, что мы все зависим от соцсетей. Если такие внешние раздражители, как телевизор, компьютер и телефон, можно контролировать силой воли, то на буйных соседей можно воздействовать при помощи правоохранительных органов. Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в нашем округе предусмотрена законом Ненецкого автономного округа об административных правонарушениях в округе. Это номер 366 ОЗ от 29 июня 2002 года. В данном законе предусмотрено, что тишина должна соблюдаться в период времени с 22 часов до 6 утра. Если нарушается тишина и покой граждан, и люди обращаются в Управление ВДР по Ненецкому автономному округу, соответственно, сотрудники полиции проводят все необходимые мероприятия, выезжают на место происшествия, собирают необходимые документы и потом направляют на рассмотрение в административную комиссию. Нарушение спокойствия горожан предусматривает штрафные санкции. На первый раз штраф для граждан от 500 до 1000 рублей. Юридическое лицо заплатит от 10 до 30 тысяч. Систематическое повторное нарушение покоя обойдется от 2 до 5 тысяч и от 30 до 50 тысяч соответственно. По мнению врачей, нарушение сна – проблема глобальная. Недостаток его приводит к тому, что люди выглядят не лучшим образом, испытывают депрессию и раздражительность. Идеальное время для того, чтобы лечь в кровать от 21 до 45, а проснуться в 6 до 55. Отсюда, как снежный клубок, будут происходить расстройства центральной нервной системы, головные боли. Ну и вот статистика показывает, есть такая статистика, ученые исследовали эту тему, что нарушение сна в первую очередь приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Это артериальная гипертония, шимическая болезнь сердца. Затем поражение центральной нервной системы и могут влиять вплоть до развития онкологических заболеваний. Ночью, по словам специалистов, слуховые анализаторы работают лучше, поэтому слышим и чётче. Даже самый тихий шорох может стать причиной бессонницы. Это всё очень сильно влияет на состояние сна, потому что головной мозг в процессе сна должен отдыхать. А если есть какая-то шумовая нагрузка извне, он отвлекается и, соответственно, все процессы, которые должны быть нормальные, они нарушаются. Кроме того, исследования показали, люди, которые мало спят, страдают от повышенного артериального давления. Поэтому рекомендуют спать от 7 до 9 часов. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Морское пространственное планирование в Печорском море – перспективы для Ненинского округа. Круглый стол, посвященный этой теме, прошёл сегодня в Нарьинмаре. Как отмечают организаторы мероприятия, Всемирный фонд дикой природы совместно с Институтом акватерриториального планирования Ермак Северо-Запад и Санкт-Петербурга морское пространственное планирование позволит устойчиво развивать экономику моря и в то же время снизить риск для природы. Морское пространственное планирование – это как градостроительный план города, то есть генеральный план моря. Только вместо дорог там фарватры, а сельскохозяйственных угодий – рыболовные участки. Рациональное использование этих богатств и есть то самое морское планирование. Основное, что туда заложено – это экосистемный подход. Это означает, что интересы природы превалируют над краткосрочными хозяйственными интересами человека. Вот если мы соблюдаем это, тогда мы оставим нашим детям, нашим внукам землю и море, ну, по крайней мере, не хуже, чем они есть сейчас. А если постараемся, то она будет лучше. Пионером зонирования морской акватории являются Соединенные Штаты Америки. Там работу по морскому пространственному планированию начали в 1969 году. Однако первый закон, регламентирующий деятельность в данной сфере, был принят только в 2010-м. Следом идут Канада и Австралия. В 70 странах разработка планов находится лишь в стадии обсуждения. В числе этих стран и Россия. Сейчас в нашем государстве основной процесс морского пространственного планирования идет на Балтике. На Печорском море начальный этап обсуждения. У нас меняется ответственное и уполномоченное министерство. Вы же знаете, да, что полномочия переданы в Минвосток развития. Ну, мы думаем, что вот именно это министерство, оно выступит драйвером развития нормативной базы и увязки этих законов. Это предмет достаточно большой работы. Нельзя сказать, что закон о морском планировании готов. Была сделана только концепция. Конечно, он будет перестраиваться, он будет гибко встроен в систему законодательства. Вот мы ждем этой инициативы от нового уполномоченного министерства. Наряду с созданием нормативной базы в части морского пространственного планирования в рамках круглого стола обсудили и вопросы экосистемы Печорского моря. Эта территория является одним из ключевых районов Арктики с точки зрения биоразнообразия. Но в то же время это и одно из ключевых мест с точки зрения природопользования и места проживания людей. Поэтому, отмечают представители фонда дикой природы, при морском пространственном планировании важно не допустить конфликта интересов. В частности, речь идет о разделении полномочий органов власти различных уровней по управлению акваторией. Мы прекрасно понимаем, что все, что касается прибрежной части, это региональные полномочия. И как можно, допустим, создание порта отделить от региона. То есть он все равно будет создаваться в регионе и должен учитывать специфику региона. Поэтому задача какая? Задача, чтобы больше было полномочий и прав именно у региональной власти. Чтобы в морском природопользовании, в его прибреженной части, принимались решения в регионах, а не на федеральном уровне. Тогда оно будет более-менее сбалансировано и поможет всем, скажем так. Протокол, принятый по итогам круглого стола, будет направлен в федеральные органы власти. Для того, чтобы проект закона о морском пространственном планировании учитывал интересы каждого субъекта. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала Север ВКонтакте. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова